Даже не знаю, смеяться или плакать в данном случае, Минцифры предложила ввести для маркетплейсов инфраструктурный платёж, который, и вот сейчас держитесь, за что-нибудь будет направлен на покрытие части убытков и ремонт отделений Почты России. Да-да-да, вы не ослышали? Вот это поворот! Я тоже примерно так отреагировал, ну давайте разберёмся, о чём речь для начала. И так инфраструктурный платёж, что это за зверь такой и с чем его едят? Идея принадлежит топ-менеджерам Почты, кто бы сомневался, которые ещё в конце мая текущего года толкнули мысль обязать крупных участников рынка электронных продаж или дистанционных продаж, кому как больше нравится, платить почтовому оператору полпроцента с квартального оборота. Да, вот так вот, ни больше, ни меньше обязать ребятишки захотели своих конкурентов платить им, да, они даже уже подсчитали, сколько с этого получится срубить. Ну, учитывая, что речь идёт о действительно крупных компаниях, ежегодная годовая выручка которых составляет не менее одного миллиарда рублей, почтальонам-неудачникам обловится это к 20-25 ярдов за год. Просто так, как с ровного места. Ребята, а вы здесь все молодцы. Что взамен, спросите меня вы, а ничего. Почтовики, правда, рассказывают сказки о том, будто их отделение присутствует в каждой дыре, якобы плодотворное сотрудничество позволит тем же маркетплейсам доставлять товары в самые удалённые уголки нашей необъятной родины. В то же время я вот не понимаю, зачем это маркетплейсам, офицам, Озон, Вайлдберрис, Яндекс.Маркетов и так уже даже в деревнях работают. Вот у меня брат живёт в глухой деревне в сотне километров от Екатеринбурга, и у них там есть свой Озон. К тому же, насколько я понимаю, вот эти вот магазинчики функционируют по принципу франшизы. Заключай договор, проходи обучение, открывайся хоть на Северном полюсе. Для чего в этой схеме нужна какая-то почта России? Я на самом деле не урубаюсь, к тому же, это такая хабазина. И вложение в неё в том виде, в котором она существует сегодня, никогда себя не окупят. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Это реальная журналистика и смех и грех тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А вообще, конечно, ребята хорошо устроились. Прихапали себе в своё время крупнейшую на территории страны службу доставки, крупнейший логистический центр, крупнейший узел связи, но вместо того, чтобы заниматься развитием той почты, пилили на ней бабло 30 лет ни копейки. В эти старые советские предприятия не вкладывали, превратили отделение, чёрт знает во что, в какие-то ларьки. По продаже ширпотреба, причём барахляного ширпотреба вдобавок. Нахлопали долгов, а теперь, значит, пусть нас успешные коммерсанты спасают. С какой радости? С какой такой радости? Жалобы на работу Почту России и условия труда в самой организации поступают в разные инстанции со всего края. Проблемный вопрос подняли на краевом уровне. В отдалённых районах закрываются отделения почтовой связи. Не хватает почтальонов, очереди, длинные сроки доставки, письма часто теряются, а ответственность организация практически не несёт. Вот основные жалобы людей. Работа на почте продолжает оставаться непрестижной, низкооплачиваемой и тяжёлой. Работников сокращают. А теперь, кроме всего прочего, Почта России занялась торговлей. Стала продавать продукты питания и первой необходимости. И это вместо того, чтобы качественно выполнять свою прямую обязанность. Ну, я не знаю, я не удивлён. Те, кто меня постоянно смотрят, в курсе, что я не в первый раз поднимаю этот вопрос, вопрос о плачевном положении дел на почте. И очевидный ответ на него я также озвучивал гнать в шею всех этих чиновников, которые копались на ключевых постах и перманентно уничтожают крупнейшее некогда логистическое предприятие. Вдумайтесь. Век интернета. Век дистанционной торговли, когда даже продукты питания уже из супермаркетов на дом привозят. Когда более 50% продаж осуществляется дистанционно, выше сказал, даже по официальным данным в текущем августе этот рынок оценивался в 7,5 триллионов рублей на 63% вырос к прошлому году. И вот на фоне всего этого почта уходит в жёсткие минуса ещё о банкротстве некоторые поговаривают. Пришёл приказ понизить зарплату до 0,5 ставки. У меня 0,8 было. Это 9 тысяч я получала по 0,8 ставки. А если 0,5, что там, 5 тысяч, 6. Даже и это, наверное, не выходило бы. Наталья отработала на почте два года. Людмила – восемь. Рассказывает, раньше разносила пенсии, письма, газеты. Потом добавили товар. Был план вполне выполнимый, говорит бывшая почтальонка. Продукты на продажу возила на велосипеде и на санках. Нам завысили очень план. Сделали большой, то есть даже больше, чем в городе Комсомольске. Выполнить его просто стало нереальным. То есть и зарплаты, соответственно, стали падать. Точно. Охрененно тупая идея. При этом зарплата руководителей исчисляется даже не в сотнях тысяч. Вот, например, статья из государственных рейановостей, датированная 2016 годом, исправлена в 2020. В ней черным по белому пишут. Так вот тогдашнего генерального директора Страшного мог достигать 120 миллионов рублей в год. Это, правда, с учетом надбавок, процентов, коэффициентов. Но 120 лямов, ребят, в 2016 году. Ага. А теперь нам поют песни спасать. Надо почту-то. Давайте опять на предпринимательское сообщество данную головную боль свесим. О чем вы раньше думали? Хочу задать я вот такой простой вопрос этим умникам, когда предприятие загибалось, и оно и было очевидно всем. Но ваши топ-менеджеры в это время десятки и даже сотни миллионов по карманам распихивали. В истории о премиях главы Почты России Дмитрия Страшного перешли от слов к уголовному делу. Его возбудил Следственный комитет. Основанием стали материалы Генпрокуратуры. Та считает, что Страшнов по итогам 2014 года незаконно получил премию в 95 миллионов рублей. Выплатили ее, потому что Почта России показала в том году прибыль. Но Генпрокуратура утверждает, образовалась она только благодаря субсидиям от государства. Ранее эксперты объясняли, что почта действовала правильно. При расчете прибыли субсидии учитываются. Тем не менее, в Следственном комитете сегодня объявили, что возбудили уголовное дело против директора Департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой. Следствие полагает, что она превысила должностные полномочия и начислила Страшнову премию в 95 миллионов вместо положенных 13. Это просто охуенно. Я прямо сейчас могу забиться. Не поможет решение Минцифры. Не спасем мы таким образом почту даже. Если всех вместе взятых коммерсов в стране нагнем, не поможет. Долги будут только расти, а предприятие продолжит хипеть в ней кровати. Переставлять с места на место нужно. Хозяин необходим. В идеале, ту почту неплохо было бы приватизировать. Хотя кому она теперь нужна, полуразвалившаяся и устаревшая больше, чем наполовину чиновники? Это никакие не хозяева. Чиновник, в принципе, не заинтересован в развитии чего бы то ни было. Особенно в развитии коммерческой структуры. Он здесь временно, на годик-другой. И он это понимает. Да, значит, острая тема. Да ладно! Чиновнику не нужна и прибыль. Да он и не умеет деньги-то зарабатывать. Ему нужны субсидии, бабки из бюджета, которые он с удовольствием освоит. Более того, чем выше доходов веренное ему предприятие принесет, тем меньше финансирования он получит из казны в будущем. А значит, ту почту выгоднее дальше закапывать, пока совсем не схлопнется. Вот и весь секрет Полишенеля. Ну и возвращаясь к прошлому выпуску, вот к этому я как раз обещал продолжить одну интересную тему. О чем мы тогда говорили, Минюст порадовал, предложив передавать в собственность государства имущество людей, привлекаемых к ответственности по делам об административных правонарушениях, если это имущество являлось орудием или предметом, с помощью которого правонарушение было совершено. Попросту отбирать у граждан их вещи предлагается. Список вещей прилагается. Тейфоны, компьютерная и бытовая техника, детские товары, мебель, предметы интерьера, парфюмерия, косметика и бла-бла-бла, если совсем простым языком. Ну вот, трепаснул человек что-то не то, штраф. Плюс забирают у него тот же смартфон, компьютер или планшет в доход государства, как будто бы... Мы возгравить никому не дадим. Сами будем. Скажу честно, я все-таки не очень понимаю, как ребятишки он ее провернуть собираются. Ну, потому что человека и так вроде привлекли, осудили. По административке чаще всего штраф назначают, но тут-то как получится. Два раза за одно и то же наказывать собираются заплатил, значит, штраф деньгами, а потом еще один каким-нибудь дорогим гаджетом, условным ноутбуком, который сегодня под 100 тысяч стоит. Слушайте, это уже какой-то беспредел. Даже 90-х, а даже бандиты из 90-х настолько не наглели. А тут минус, задача которого блюсти законность. Может, они ошиблись просто. Невнятно свою мысль до моих коллег донесли. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И тем не менее, я поясню, почему я он им так обеспокоен частично. Уже ответил на данный вопрос второе. Ребят, мы в России живем, потому что здесь всякое может случиться. Где гарантия того, что ребятишки не захотят пойти дальше? Вдруг какой-нибудь депутат, желающий лизнуть начальству поглубже, предложит после внести во все это поправки было, давайте еще автомобили у людей забирать. Дачные участки, потом квартиры. Сидишь и скажешь, жаришь шашлыки у себя в огороде. А нельзя. Из-за жары, опасности лишны, а лесных пожаров, административное дело и штраф. Тебе прилетают. Ну и право до кучи на земельный участок отбирают. Как тебе такое, Илон Мас? И вот только не надо пытаться возражать, что-то тебя понесло не туда, теориями заговора заболел. Господа, еще раз, мы в России живем. И то, что нам казалось, еще вчера теорией заговора нынче запросто может стать былью. Вот мог ты себе представить, например, еще пару-тройку лет назад, что возникнет опасность привлечения тебя к ответственности, скажем, за отсутствие маски, причем даже не медицинской. А то, что дело могут завести за неправительственную риторику или за антиправительственную риторику, причем уголовное дело. А то, что в Госдуме заговорят о лишении гражданства для всех уехавших из РЭП, все преступление которых в большинстве случаев заключается лишь в том, что они уехали из страны, потому что испугались. Я говорю сейчас не про всех, но про большинство испугались люди. А их теперь практически в преступников записывают. А может лучше то, что они уезжают? А зачем они здесь? В ситуации, когда страна столкнулась с вызовами. Зачем? Потребители? Предатели? Могли, нет. Ладно, все переваривайте. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим спешу откладиться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...